Ситуация очень тяжелая, сейчас турнирная, Россия и Румыния находятся внизу турнирной таблицы, наверное, определенно накладывать. Ответственность и мало кто мог подумать, что к четвертой игре такая ситуация сложная будет. В связи с этим это как-то дополнительно мотивирует? Что вообще перед этой игрой? Какие эмоции, мысли? Да, так же как и у Румыны, у нас не загладилось начало сезона и эта игра будет как и для них и для нас принципиально важная. То есть за вылет, за стыки никто этого не хочет, ни они, ни мы. И мы максимум приложим усилий завтра, чтобы победить и остаться в этом дивизионе. Также мы будем играть дома на Кубани, это тоже подстегивает. Опять-таки матч в России для меня это еще принципиальнее, дома, в родных стенах. Я думаю, у нас все получится, команда хорошо готова. Главное настрой. Сбор на Румынии себя что сегодня представляет? Вы наверняка смотрели матч Румына в розыгрыше чемпионата Европы этого 2020 года. Чем сильна эта команда? Потому что сегодня на пресс-конференции главный тренер сказал, что омоложение идет довольно-таки серьезно и ветеранов не так много сейчас в команде. Румыны всегда славились хорошими нападающими, быстрыми четвертными. То, что мы просматривали на собраниях, это мощная игра нападающими и пытаются играть широко. В принципе, сейчас все пытаются играть широкое, быстрое регби. Немного по тебе вопрос. Для тебя это последний матч, да, я так понимаю, в большом регби. Далее ты не планируешь играть ни за сборную России, ни за богатырей, а сосредоточишься на работе в КФР. Это действительно правда? Можешь подтвердить эту информацию? Много разных мнений, но пока давайте сыграем этот матч и дальше уже поговорим. Завтра много друзей, знакомых, близких придет на эту игру? Твоих, конечно же. Конечно, все, кто в городе знает, что такое регби, завтра будут здесь на стадионе и гнать нашу команду только вперед. Со сборной Румынии ты очень много играл. Какие-то матчи есть в памяти, которые сейчас приходят в голову перед завтрашней встречей? Из-за того, что запоминающиеся такие вот игры? Стараешься не забивать голову, да, всеми матчами, чтобы есть для этого видео, где можно посмотреть, проанализировать. Но так свяжу в памяти прошлогодний матч, где мы уступили всего в два очка. Хотя по ходу матча положили четыре попытки против одной технической. Как сказали, в мире регби такое очень редко случается. И было всего три-четыре раза команда, которая пойдет четыре попытки, по ходу матча проигрывает. Ну, последний вопрос. Ты влился в команду. Какое общее состояние? Психологическое в первую очередь. Поэтому, опять же, да, говорить, никто не ждал, ни команда, ни болельщики, что такой старт неудачный будет. И поражение Бельгии, да, такое неожиданное было, крупное. Как сейчас в целом состоянии? Именно психологический фон, эмоциональный? Как ребята себя чувствуют? Конечно, да, неприятно, когда на старте сезона ты проигрываешь ответственные матчи. Но мы все-таки профессионалы, а в профессиональном спорте как есть поражение, так и победы. Надо ко всему быть готовы, но стремиться к лучшему. Общее психологическое настроение в команде хорошее. Все понимают ответственность, но никто голову не забивает, да, полотенцами не накрываемся. Будем играть только на победу. Продолжение следует...